Вы знаете, здесь всегда было все хорошо и красиво, потому что я помню то самое время, когда Магнитогорская водка, она была ФГУП, Федеральное государственное унитарное предприятие. Это была не просто водка, этой водкой мы гордились, их было не так уж и много, Сибирская была у нас, Посольская, Старка была достаточно давно, я уже не припомню, Русская и Московская, все это делалось здесь, и мы тогда спокойненько в Советском Союзе могли зайти, и это было красиво, мы знали, что мы пьем, мы пили удовольствие. Конечно, мне бы хотелось, чтобы это вернулось на круги своя, потому что хватит разбазаривания наших личных денег, все вернуться должно на круги своя, это даже, это не комбинат, нет, это история нашего, это история нашей жизни. Алкоголь качественный, должен продаваться только крутыми специалистами, к слову о том, что здесь в свое время, это-то было, естественно, а откуда пиво-то производилось, отсюда все это дело и производилось. И тогда мы пили это замечательное пиво, да-да-да-да-да, тогда это дело-то мы и пили, и в свое-то время мама мне рассказывала, это мне мама рассказывала, что бочки просто стояли, одна была с вином, другая с пивом, везде и всюду. И давайте все-таки определимся, качество, оно в Советском Союзе ценилось, оно ценилось всегда. Если мы говорим про уникальность водки, то магнитогорский федеральный государственный унитарный предприятие Росспиртпром производило его, это было красиво и ровно. Почему сейчас этого нет, я не знаю, я бы, конечно, хотел вернуться на круги своя, чтобы мы пили то, что нам должно было быть, но развалилось и оно, и развалился наш замечательный завод по производству пива. Вот так вот. То есть, в принципе, я этим делом тоже занимался, то есть я вам привозил западное пиво, это был 92-й, 93-й год, больше нет, потому что именно тогда мы ларьками занимались. Но тогда пиво было вкуснейшее. А потом, а потом, а потом, а потом что началось? А потом начался полнейший развал, то есть люди начинали понимать, что гораздо проще продать все это частично, да, но вряд ли это дело получилось, потому что будем надеяться, что все-таки было красиво и ровно. Но кто-то захотел деньги себе. И вот о чем мы сейчас будем говорить, где мы находимся, мы находимся примерно за Метиской. Не в курсе событий. Ну, чтобы это было понятно, то есть едете спокойненько, электросети пересекается, по-моему, луговая улица, и она идет вверх. Или не помню, ну, должны понимать. То есть эта улица идет от первой проходной на левом берегу и поднимается вверх. Дальше не получится, потому что там у нас же комбинат, воду прямо здесь виднеется. То есть давайте все-таки определимся, какое качество здесь воды. Да ну, никакого качества. Да хотя, в принципе, в свое-то время это и нужно было бы, чтобы Магнитогорск пил свое качественное пиво. Но оно и было. Качественное пиво, которое портилось, и через 7 дней вы можете его просто выкинуть. Да-да-да-да-да. Это было, это было, это было. Но тогда. А вот вопрос. Какое пиво нам больше всего нравилось? Естественно, нам больше всего нравилось верхнеуральское пиво, потому что оно обладало другим ароматом. Давайте все-таки вернемся на круги своя, и вы сможете посмотреть мои сюжеты, где я вам говорю о качестве воды. Так вот, качество воды верхнеуральское такое же качество воды, как и Самара. Но самарская пиво к нам не привозилась никогда. И так же, как оно не может привестись, потому что, в принципе, завода на дне хватает именно на Самару. А и у нас есть верхнеуральский. Сегодня, сейчас он стал интереснее. И вот мы говорим о чем? Мы говорим, что это дело закончилось, а что было дальше? И вот так вот все развалилось. Ну, развалился тот завод, естественно. Потому что, как при общем соотношении варья, ну, так оно и случилось. Надо же было все это дело расколбасить. Ну, и расколбасили. А уже потом, а уже потом. Магнитогорский металлургический комбинат тоже туда и включился. К слову о том, что Магнитогорский металлургический комбинат, это было что-то красивое и ровное, естественное. Он включился. И здесь, прямо на этом, в этой станице, в 1995 году сделано было отличное пиво. Шикарнейшее пиво. И оно даже завоевало кое-что. И это было, в принципе, красиво и ровно. Потому что мы работали, да. Мы его разливали в бутылки, их было несколько, и саульское. Ну, хорошее пиво было. Вот. Мы тогда его пили. А потом опять какие-то возникают вопросы. Я был бы не противник того, чтобы в Магнитогорске пиво было. Потому что мы еще раз говорим. В любом настоящем городе, в любом настоящем городе должно быть пиво. По-другому не получается. Потому что, если мы обратимся к истории наших отношений, да-да-да, да-да. Я, наверное, это делал даже не помню. Но хотя я помню, что в свое время в бочках, везде и всюду продавалось пиво. Мое немножко другое отношение. Я тогда, конечно, пиво-то и не пил, но это дело было немножко в другом месте. Да, это было в 90-м, в 89-м, в 90-м, в 91-м годах. Когда рядышком со мной на Правде 3412 был отдельный пивной бар. Он до сих пор там есть. Правда, это уже не бар пивной. Там кое-что переделали, естественно. Но рядышком за зеленым магазином, там уже пятерочка или магнит, я уж не помню, о чем идет речь. Там стояла такая штучка под названием бидоны. Так вот, эти бидоны заправлялись, и мы, естественно, туда ходили. Но это все пролетело, естественно. А потом уже началось это дело здесь. Я не буду думать ни о чем. Это было красиво и ровно. Насколько оно хорошо сработало, я не знаю, но мне это дело нравилось. И давайте все-таки объясним, что в нормальных городах, в нормальной стране под названием Советский Союз было все свое личное. А потом все это дело развалилось. И развалился этот завод, к сожалению. Но у нас есть два других места, я туда ехать не буду. Примерно такой уже стоит рядышком где. Он находится на улице Набережная. И еще кое-где есть. Но мы вам сегодня о чем говорим? Мы говорим и об истории, и о качестве. Так вот, за качество мы поедем немножко в другое направление. Это чуть-чуть севернее, это Верхневральск. Да, 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 да. Именно отсюда нам нравилось то самое качественное пиво. Но, к сожалению, тот пивной завод, вот он, вот там, видите, да? Его в лохмоте разрушили нынешние Верхневральские товарищи. Ровно за некоторое время. Не со 100 лет, естественно. Зачем? Его просто расхоботили, очень-очень быстро. Но возникает вопрос. То есть, есть у нас, в конце концов, люди, которые понимают, что есть удовольствие, есть качество, есть работа, есть наша жизнь. И очень хорошо, что такие люди в городе Магнитогорске появились. То есть, давайте все-таки объясним то, что было в Магнитогорске. То есть, Магнитогорск, то место, откуда мы все это дело начали, это получается за металлургическим заводом, теперь собственность ММК, в том месте, естественно, тот бывший пивной завод. Да. Вряд ли он вернется на круги свои. Самое забавное, что уже потом в городе Магнитогорске появились другие заводы производства пива. Были новые заводы, а были заводы уже, которые переделка. То есть, в свое время, как мы уже говорили, станичный завод, станица, которая рядышком с Рамазана, она уже практически не существует, ну, по крайней мере, мне так лично кажется, другой пивной завод тоже есть. Что было здесь? То есть, вот рядышком со мной, вот в той стороне, да и вот в этой стороне, есть те самые артезианские скважины. И человеки, люди умные, люди с мозгами пришли и сделали абсолютно все новое. Все абсолютно новое. И сделано это все было с качеством. Это качество здесь и присутствует. Мы сегодня вам говорим о удовольствии. Бывало пиво разное, но качество уникальное. Я не буду говорить, в Магнитогорске есть пиво разное, вы можете посмотреть. Вы можете даже попробовать то пиво, которое потом будет храниться почти год. Ну, пробуйте. Если мозги-то есть, думайте сами. Есть другое пиво, а есть то, кто вам дает удовольствие. Так удовольствие, в принципе, в своем, в Магнитогорске, вы не сможете испытать никоим-то образом. Хотя в свое время водка, которая была в Магнитогорске, она всегда славилась своим качеством. Она всегда славилась своим качеством. Но когда мы приезжаем сюда, в Верхний Ураль, здесь тоже был видоводичный завод. Качество водки было не то. В принципе, в Магнитогорск, у него специфика такая, что наша водка, она получается более интересная и нормальная. И как бы вам сказать, если мы хотели бы попробовать Верхний Уральскую водку, Уфимскую водку и Магнитогорскую, я вам 100% говорю, вы бы сказали, что лучший вариант это Магнитогорская. Это уж поверьте мне, я-то в этом деле был. Что касаемо пива, вот, к сожалению, не получается. К сожалению, не тот состав воды. А в Верхний Уральске, вы думаете, что где-то все это рядышком, да, гора, извоз, вот она прямо передо мной. В свое время она была никакая, потому ее засадили, естественно, и сделали хорошее местечко под названием тот человек, который дал нам за 7 лет возможности, за 7 лет, с 17 по 24 год, за 7 лет, он полностью, за 7 лет, Владимир Ильич Ленин перевернул. За 7 лет он перевернул. Это было очень хорошо. Это было очень хорошо и красиво. И никто тогда не собирался ломать, естественно, этот пивной завод, кто тут, он жил спокойно. А потом уже, когда люди пришли вороватые, да, они решили все это дело и сделали. Но пришли люди с мозгами. Пришли люди из Магнитогорска, которые, вернувшись на круги своя, поставив здесь свою подстанцию, вот она прямо перед нами стоит, взяв тот самый, тот самый качественный продукт, сделали удовольствие. Вот на кого вам надо молиться. К слову о том, где вы это можете купить в городе Магнитогорске. Те места я вам показал. Давайте все-таки определимся. Если мы хотим качество, то в этом качестве не нужно вас убивать. А мне очень сильно не нравится, я вообще крайний противник разговора о наших сетевых магазинах. Я крайний противник. Я туда вообще не хожу. Потому что я помню то удовольствие, когда у нас было качественное молоко, которое через два дня стало простокважей. Вы возьмите свое молоко, попробуйте. Если оно станет простокважей, то может быть нет. А если не станет простокважей, то же самое, когда мы будем говорить о чем? О том, что у нас всегда были три сорта колбасы? Да, они были. Они были всегда, и не надо мне сказки рассказывать. Вы могли спокойненько покупать. Вы думаете, что в 78-м году в Америке все было красиво? Ну да, там было красиво, потому что там телевидение сразу было цветное. То есть оно переделалось. Но по сути событий, именно тогда Америка начала умирать. А мы тогда не умирали. Потому что мы ели все свое. Своя картошка, а мясо можно было купить в магазине. К слову о том, что всегда, всегда, да не было консервов тех, но в принципе консервы те именно не хотели нас травить, понимаете? То есть к нам привозили скумбрию, и скумбрия у нас всегда было холодное копчение, и очень редко было горячего копчения. То есть не надо говорить, что Советский Союз был плох. И не надо Советский Союз равнять с мусором, который нам внедрил товарищ, который развалил всю структуру. Был такой Горбачев, слышали? Мы сейчас пытаемся восстановить, да и надеюсь, это дело случится. Только единственный мой грамотный вопрос. Верните, пожалуйста, на круги своя. И дайте людям возможность не умирать, когда они приходят в магазины. Не надо этого делать. Не надо. А лучший вариант, конечно, не каждый первый это сделает. Таких людей, как бы вам сказать, в городе Магнитогорске их 4-5 человеков. Я с ними знаком. Я с ними знаком, и для них я делаю все бесплатно. Так что в случае чего, посмотрите мои ютубовские сюжеты, чтобы понять о тех людях, которые знают, работают, и в которых именно часть магнитогорской жизни существует в большем количестве, чем у варья.